Волонтеров Доброе Сердце из разных учреждений образования Московского района радушно принял у себя на базе Брестский научно-технологический парк. Сначала ребят поприветствовал его директор Дмитрий Макарук и рассказал о деятельности технологического парка в целом, новых интересных технологиях и, конечно, ответил на вопросы ребят. Далее активную молодежь ждали обучающие выступления по трем направлениям, объединенные одной целью. Цель нашего мероприятия – это в первую очередь собрать всех волонтеров вместе в одном месте и показать, что мы от них не только требуем, чтобы они нам помогали, а то, что мы их тоже поддерживаем и хотим, чтобы они совершенствовали свои знания и умения. Главным направлением тренинга стало занятие по оказанию первой помощи пострадавшим. Это актуальный вопрос для всех, ведь никогда не знаешь, когда столкнешься с критической ситуацией. Ребят научили базовым способом первой помощи без использования вспомогательных элементов. Важной частью диалога были и разборы различных неотложных состояний человека. Поморок, судороги, боль в животе, боль в груди, как нужно действовать, чтобы ребята впоследствии, в следующем не терялись, если будут при таких обстоятельствах находиться, не проходили мимо, а могли оказать хоть какую-то первую помощь. Специалисты Красного Креста рассказали о различных инструментах и методиках оказания психосоциальной поддержки именно волонтерам, ведь они могут тоже пострадать, правда морально, столкнувшись с какой-то сложной ситуацией. Чтобы человек, который оказывает, в данном случае волонтер оказывает помощь, сам эмоционально не перегорел, может быть не изменил какое-то свое поведение, ему важно оказывать эту психосоциальную поддержку. Но эта психосоциальная поддержка – это такой комплекс мер, который состоит из оказания первой психологической помощи и оказания какой-то практической помощи. В финале тренинга волонтеры «Доброе сердце» прошли занятия формой алгоритма реализации волонтерской программы. Мы хотим ребят научить, как можно самостоятельно собраться и организовать какое-то волонтерское мероприятие. То есть чаще всего бывает, что мы им подаем какие-то идеи, а они с удовольствием всегда соглашаются. Но мы хотим, чтобы они сами тоже умели это все организовывать, чтобы самостоятельно делали, а нам уже только фотоотчет отсылали и хвастались, чтобы мы сделали такое-то и такое-то дело. На базе Красного Креста существует консультационный центр «Надежда», в котором проводятся 8-часовые и 16-часовые тренинги обучения первой помощи не только для волонтеров, но и для жителей города Бреста. Одним из приоритетных направлений Белорусского общества Красного Креста является информирование и обучение населения. Вот и в рамках этого направления мы проводим обучение и оказание навыкам первой помощи. И хочу заметить, что наша организация Белорусский Красный Крест – это единственная организация в республике, которая обучает согласно международным стандартам. У нас работают волонтерские группы, работает волонтерский городской совет, который координирует и систематизирует работу волонтеров. После того, как создается волонтерский отряд, обучаем волонтеров. Это вводный курс волонтера, менеджмент волонтерский и по лидерству. На днях в Центре Надежды ребята из волонтерского отряда «Голос Сердце», миссией которых является работа с детьми из домов семейного типа, сдавали итоговый экзамен. По его результатам все справившиеся с ним на отлично получат сертификат международного уровня. Это большой шаг для них, ведь в будущем они смогут сами обучать навыкам оказания первой помощи всех желающих, а главное – самостоятельно смогут применить свои знания в экстренной ситуации. Знания эти необходимы для того, чтобы человек не забоялся, чтобы смог взять себя в руки, чтобы был уверен, что я могу помочь этому человеку. Это очень важно, потому что когда на глазах у людей что-то происходит, они теряются. И кроме как вызвать скорую помощь, ну бывают случаи, что его бы помощь сильно помогла, например, при обмороке просто поднять ноги вверх человеку. И уже скорую помощь он встретит в своем здоровье и здравии. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.